Девушки отдыхают И сравнял с землей плеяду чемпионов UFC За беспрецедентную декаду доминирования Федор Емельяненко покорил королевскую категорию Pride и вошел в летописи величайшим тяжем в ММА Сегодня мы вспомним главные хиты шоу раскаленных кувалд последнего императора В ММА Федор пришел в 2000-м, сходу заявив преимущество разностороннего стиля самбо К лету 2002 года актив Емельяненко достиг 7 финишей при 10 триумфах И его, наконец, призвали в Прайд. В оппозицию встал Сэмми Шилд, который скоро возьмёт 4 Гран-при К1 и прославится как лучший тяж в истории кикбоксинга. Тем не менее, с гонгом Фёдор стремительно перевалил Шилда на канвас и начал рисовать румяна на его лице. После перерыва ситуация повторилась. Без шансов заполучив решение, Емельяненко вклинился в титульную гонку. Следом в бой двинулась тяжёлая артиллерия в лице Хита Херинга, ещё недавно отчаянно бившегося за пояс с Родриго Нагейрой. Пылкий американец был вторым в рейтинге и считался опасным по всем направлениям. Однако в очном противостоянии его мигом сдуло с ног. Дальнейшая прокрутка в мясорубке навсегда изменила устоявшееся представление о добивании в ММА. Хит не мог не подняться, не спастись от безостановочного избиения на покрытии. Фанаты уже готовились разбирать зубы на сувениры. Но вмешавшиеся врачи спасли Херингу остатки здоровья. Фёдор показал мастер-класс по граунд энд паунду и получил письмо счастья с приглашением на титул. В марте третьего года россиянин сошелся с Родриго Нагейрой. Бразильский джитсер два года крепко держал пояс, забрав приемами шесть из семи выступлений в лиге. Не смогли усмирить Минотавра даже слэм и монструозного Боба Сапа, ставшего очередной жертвой безумного камбэка. И хотя в гарде бразильца было опаснее, чем в змеином логове, Фёдор оказался опытным мангустом. Он зашел в партер на своих условиях и принялся брутально трамбовать ноги и ровно стил. Емельяненко безостановочно выбирался из опасных ситуаций и фонтанировал исходящим ущербом. Впрочем, Минотавр был не из тех, кто ломается при касании земли. Он не оставлял попыток сабмишина, и оформил свит. Всё же, Фёдор вернул его на место и продолжил до финального гонга тестировать крепость черепа Нагейры. Зрелищное и безжалостное превосходство принесло 26-летнему Емельяненко победу разгромным решением и бесценную корону прай. Вновь бойцы встретились в финале гран-при тяжеловесов от четвёртого года. По пути Родриго успел придушить Херинга и подарить первое поражение Крокопу. Нагейра снова сделал ставку на агрессивное БЖЖ. Их дуэль четыре минуты к ряду точь-в-точь повторяла первый бой. Но непреднамеренное столкновение головами привело к остановке. Поединок объявили несостоявшимся и переигровку провели под Новый год. На этот раз Емельяненко не рисковал буксовать в партере. Он держался вдалеке от гарда бразильца, расстреливал в стойке и, добавляя удары, сметал его бросками. Нагейра не нашёл, чем ответить, и эпохальная трилогия нулевых осталась за россиянина. Вернувшись после завоевания пояса, Фёдор разделил ринг с Козуюки Фуджитой, выступая под псевдонимом «Железноголовый», японец по-настоящему проигрывал лишь Кракопу, первым сокрушил небитого Марка Кера и всегда достойно держался в диких рубках. Фёдор был непрерыкаемым фаворитом и с пролога взялся играть со своей жертвой. Однако, Фуджита оказался далеко не прост. На старой закалке придя в себя и вылетев на ноги, Емельяненко уже серьёзно подошёл к процессу. Не глядя зарядив в упор, японец чуть не сотворил апсет столетия. Фёдор отквитался серией по этажам и стянул удавку на шее. Прицепом он подрался с Гарри Гудриджем, от которого не ждали ничего, кроме беспощадной жестокости. Оставшись один на один с Емельяненко, Большой Папочка был вынужден судорожно решать, на каком ударе падать. Расправа заняла 69 обречённых секунд. И вот это, по-другому, правой, 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 правой! Он вышел! Он вышел! Он вышел! Он вышел! Он вышел! Я сказал тебе! Он вышел! Он вышел! Он вышел! Он вышел! Новый отец! Как ск NATO-нибудь измято! Оставшись в Коль Infinov! yet Второй заход в партер стал для Марка последним. В реванше, состоявшемся через два года, дела Колмана сразу пошли наперекосяк. Из уважения к легенде, россиянин подытожил армбаром. На арене находились с дочкой Марка. И Федор не отказал ветерану в удовольствии. В августе пятого года Емельяненко поджидал Мирка Филиппович, ранее обесточивший его брата Александра. Левый похоронный кик Хорвата, начиная с девяностых, гремел в К1. С транзитом в ММА, Крокоп за две декады до Алекса Перейры стал самым устрашающим нокаутером планеты. Встрече с Федором, намечавшейся еще в прошлогоднем Гран-при, помешал Кевин Рэндалман. Сам Емельяненко тогда тоже полетал на Monster Airlines. Но прошел колоритного американца. Принципиальный поединок стартовал с жесткого блока и филигранной работы очередями от россиянина. На экваторе Федор осекся. И каким-то чудом пережил кик вдогонку. Он увел Мирка на нулевой этаж и провозил до конца раунда. Во втором Емельяненко уже словно роман читал Хорвата. Крокоп принимал удары. И лишь изредка взрывался в ответ. Битва десятилетия на глазах у 35-тысячной аудитории отправилась прямиком в золотой фонд смешанных единоборств. 31 декабря 2005 года Федора под елкой ждал фактурный бразилец Зулузиньо. Подарочная упаковка с его подбородка была сорвана за полминуты. Делов на секунды, хайлайтов на сто лет. Ровно через год гасить бенгальские огни в глазах россиянина вышел Марк Хан. Вслед за быстрым переводом. Федор неудачно зашел на армбар. Марк на бум опробовал Американу. На этом его титульные амбиции уперлись в пределы реальности. С развалом японского промоушена в 2007-м, последний император Прайд не забросил традицию новогоднего битья здоровяков. Громадному корейцу Хон Манчою это стоило руки. В 2008-м Емельяненко подписался в американский Аффликшн. В дебюте он затопил карьеру Тима Сильвии, еще полгода назад дравшегося за пояс UFC. Тима хватило на 36 секунд. Новый титул уехал в старый оскол, и в январе 2009-го года оспаривать его вывели бывшего короля UFC Андрея Орловского. Беларусь недавно покинул октагон за серьезный гонорар и находился на очереди из пяти побед при четырех нокаутах. Пролог встречи выдался нервным для обоих. И только Андрею стало казаться, что он поймал свою волну. Сазанчиком нырнув на ровную гладь канваса, Орловский еще несколько лет будет собирать бородой пробоины. Снова не договорившись с UFC, Федор с действующей серией из 27 боев без поражений перебрался в Страйкфорс. В ноябре его приветствовал подрабатывающий в ММА шиномонтажник Брэд Роджерс. Незапятнанный рекорд американцы насчитывал 10 нокаутов и включал громкий апсет Орловского. Емельяненко впервые выступал в клетке и моментально пустился во все тяжкие. Но повредив Федору нос, Роджерс записал в актив концовку раунда. Во втором Брэд успешно обратился к малознакомой россиянину борьбе у ограждения. Однако, его ошибкой стал выход в центр. Федор докрутил оверхенд, и американец лег с отключенным за неуплату светом. Между тем, 33-летний чемпион впервые не выглядел как последний император, что проявится уже против Фабрисио Вердума. Ринувшись в добивание, Емельяненко влез в фатальный треугольник. С этого момента Федор надолго потерял искру, и его счетчик поражений достиг трех осечек к ряду. Готовясь повесить потрепанные перчатки на гвоздь, Емельяненко вернулся в домашнем выступлении со специальным гостем Джеффом Монсоном. В октябре 2011 года американский снеговик все 15 минут таял, словно эскимо летним днем. Через месяц сквозняком снесло тогда еще подававшего надежды Сатоши Иши. Наконец, в июне 2012-го на гонек заглянул Педро Хизо. Легенда без страха и упрека для каждого, кто помнит старую школу. За непродолжительной разведкой в очном поединке бразилец поехал в госпиталь узнавать имя победителя. Панчем на разножке, подведя итоги пышным проводом, 35-летний Емельяненко покинул ринг на высокой ноте. Невзирая на пенсионные гонорары, через 3,5 года Федор неожиданно вернулся с показательным разгромом малоизвестной оппозиции. Следом он подписался с Беллотер, где за 5 лет купали Чейл Сонан, бывший чемпион UFC Фрэнк Мир, а также беременный Рэмпэйдж. Впрочем, Федор также пару раз оказывался на другой стороне нокаута. В октябре 2021 года золотой билет вытянул Тимоти Джонсон, который ранее не только оформил кандидата на нокаут года, но и вдогонку сложил Мэтта Митриона у сетки. На первом российском турнире «Беллотер» Федор зашел в размены, закинул левую навстречу, а затем пробил летальное комбо. С умопомрачительной скоростью, вколотив трехударную серию, 45-летний Емельяненко распял очередную жертву. Федор всегда был молчалив, но звон его пудовых молотов слышали даже на галерке. Он превозносил самбо, но выносил с одного попадания. Он никогда не дрался в UFC, но знамя величайшего до сих пор гордо реет на ветру. Его финальный бой пройдет за титул «Беллотер». Пожелаем последнему императору уйти красиво. Если вам понравился ролик и хотите видеть новые топы с легендами Прайд, то не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните – настала эра ММА!